Приветствую вас, друзья, с вами Лебедев Артём. Сегодня у нас обзор на бензиновый триммер от производителя Patriot, модель PT443. Обзор будет происходить следующим образом. Сейчас мы его рассмотрим, комплектацию посмотрим, заглянем внутрь и, конечно же, попробуем им работать. Попробуем работать леской, которая идёт в комплекте, леской, которую я купил уже дополнительно. Потом же мы попробуем и металлическим ножом, когда уже, ну, более-менее обкатаем его. Ну, и, конечно же, первый запуск, я его ещё не запускал, только частично собрал. Давайте начнём с комплектации. В комплект поставки входит специальная канистра для приготовления топливной смеси, набор ключей, два шестигранных и один универсальный, опорный фланец, катушка, зип-комплект для установки триммерного ножа. А вот и сам трёхлопастной триммерный нож. Диаметр внешний 255 мм, посадочный 25,4 мм. Вообще, триммер поставляется в разборе и в двух коробках. В одной коробке лежит штанга с редуктором вместе, уже одетая, и вот с этой частью. Кстати говоря, сейчас я сниму и покажу сцепление. И вторая коробочка была прямоугольная, это уже вот под все остальные части, под двигатель, под кожух защитный и под ручки. Основные технические характеристики в том, что у нас двигатель бензиновый с объёмом 43 кубических сантиметра. Мощность у нас 2,5 лошадиных силы, частота вращения 8000 оборотов в минуту. Остальные технические характеристики будут здесь. Что мы сейчас сделаем перед тем, как мы будем им работать? Конечно же, я поближе покажу триммер. И обязательно мы сейчас проверим предпусковую подготовку, точнее сделаем. Почему я решил её сделать? Потому что я, как и многие, думаю, перед покупкой чего-либо, не только смотрю на технические характеристики, но и, конечно же, читаю отзывы. Отзывы я почитал, там всякие разные отзывы, различные. Но всё же, триммер у нас недорогой и нужно посмотреть, смазан ли вал, смазан ли редуктор. Это очень многие советуют сделать, потому что кто-то пишет, что там всё сухо, не смазано. Ну и, короче говоря, я думаю, что нужно всё это посмотреть. Сейчас мы всё разберём. Если там всё сухо, мы смазываем. Если всё смазано, просто собираем обратно и сразу в бой. Ну, давайте приступим к проверке. Итак, давайте для начала рассмотрим триммер поближе. Пластик на кожухе вполне в приличном виде. Да, заусенцы присутствуют, но всё же это у нас модель бюджетная. Редуктор выполнен из алюминиевого сплава, к нему мы вернёмся чуть позже. Штанга также выполнена из алюминия и вот эти части тоже. Левая и правая ручка сделаны отдельными сегментами. Она не цельная, вставляется вот в эту центральную часть. Рукоятки велосипедного типа. Здесь мы с вами видим кнопку зажигания и кнопку фиксации газа. Обратите внимание, сейчас я буду давать газ на всю. Это я просто нажимаю газ. А сейчас я зажал кнопку фиксации газа. Как мы с вами видим, фиксируется она примерно на 25-30%. Также здесь имеется блокировка кнопки пуска. Теперь давайте посмотрим вот эту часть. В комплекте с тримером идёт наплечный ремень. Вот здесь он мягкий и он регулируется. Вот здесь на штангу одета мягкая накладка. Здесь находится сцепление. Когда я отсоединю штангу, я вам его покажу. Здесь пластик выполнен довольно-таки хорошо, но вот в этой части такие заусенцы, что можно обрезаться. Здесь мы с вами видим стартер. Что касаемо рекомендаций. Не дёргайте резко, а сначала почувствуйте натяжение, а уже потом тяните. Здесь у нас расположена воздушная заслонка. Также мы здесь можем наблюдать настройку карбюратора. А также есть регулировка газа вот этим винтиком. Вот здесь расположена свеча зажигания. Я проверял её. Затянута она хорошо с завода. Давайте снимем крышку топливного бака и посмотрим вот сюда. Здесь у нас находится подкачка. Слева на карбюраторе у нас находится воздушный фильтр, а с правой части триммера выхлопная система. Вот в этой части мы можем наблюдать лопасти охлаждения. Если мы перевернём триммер, мы увидим защиту топливного бака. Но она выполнена не из металла, а из пластика. Некоторых недочётов в виде заусенцев, я думаю, стоило ожидать, потому что модель у нас всё-таки, во-первых, бытовая, а во-вторых, довольно-таки бюджетная. И теперь давайте уже приступим к разборке и посмотрим, что у нас там внутри, где есть маска, где нет. Первым делом я покажу сцепление. Сцепление здесь происходит за счёт центробежной силы. Кстати говоря, ключик есть в комплекте, но всё же с трещоточкой будет поудобнее. Итак, здесь мы можем проверить, не перетянуты ли винты. Заблокированы эти части или нет. Здесь у нас всё хорошо. Теперь давайте посмотрим верхнюю часть штанги. Ход у неё довольно-таки лёгкий. Здесь мы видим довольно-таки массивную резинку. Я так думаю, это и есть та самая антивибрационная система. Здесь мы с вами видим подшипник и втулку со шлицами, зафиксированную стопорным кольцом. С обратной части мы тоже можем видеть подшипник. Но вот в этой части довольно-таки сухо, даже какая-то крошка небольшая что ли присутствует. Хочу заметить, что в редукторе смазка всё-таки присутствует, потому что вал у нас немного, но смазан. Сам вал тоже слегка масляный. Теперь давайте заглянем внутрь штанги. Здесь мы с вами видим втулки, в которые и устанавливается вал. Пока всё довольно-таки неплохо. Единственное то, что вал я всё-таки смажу, потому что у нас там не подшипники, у нас там втулки установлены, и всё-таки смазочка требуется. Теперь давайте посмотрим, что у нас в редукторе. Как мы с вами видим, в редукторе установлены шарикоподшипники. Сам редуктор разобрать мне не удалось. Основные части крепятся на стопорных кольцах, до которых в некоторых ситуациях очень сложно добраться. Давайте посмотрим смазку редуктора. Откручиваем винт сбоку редуктора. И смотрим. Мы с вами видим, что смазки там довольно-таки много. Как раз-таки через этот винт в дальнейшем мы и будем добавлять туда смазку. Как мы с вами увидели, здесь всё довольно-таки неплохо, и смазка в редукторе присутствует, и проверить её перед тем, как вы пойдёте работать. Первый раз вот вы его купили. Довольно-таки легко. Откручиваем один винтик и смотрим, есть там смазка, нет там смазки, нет. Добавляем и есть. Закручиваем, отлично. Добавляем уже в следующий раз, когда подойдёт техническое обслуживание. Единственное, куда я сейчас добавлю смазки, это на вал. И мы с вами отправляемся пробовать его в работе. И, кстати говоря, поделитесь своим мнением вообще насчёт смазки редуктора, вала. Что вы об этом думаете? Многие говорят, что редуктор нужно забивать полностью целиком, а многие говорят, что если целиком забьёте, будет перегрев. Но опять же находятся доводы, что смазка расходится, там не всё герметично и плотно, и поэтому можно набивать целиком. Что вы об этом думаете, напишите. А я пока смажу вал. Теперь я соберу триммер до самого конца, и мы отправляемся на улицу. Будем производить первый пуск. В инструкции производителя указывается, что смесь приготовляется одна часть к 32. В период обкатки количество масла можно увеличить на 8-10%. Продолжение следует... Первый запуск прошёл отлично. Вы, наверное, обратили внимание, что катушка сначала зажужжала и начала гудеть, но когда я оборот избавил, катушка остановилась. Итак, в бензотриммер я заправил примерно 1 литр. У нас задача покосить вот этот участок. Размером он примерно 5 соток, а трава здесь, как вы видите, чуть ли не выше меня ростом. Давайте посмотрим, как он справится с такой задачей. Поехали! Такие задачи лучше выполнять триммерным ножом, но в период обкатки его использовать нельзя, поэтому я использовал леску. У меня несколько раз произошёл обрыв лески. И вот в один из моментов, когда я разобрал катушку и хотел поправить леску, произошла неприятная ситуация. Ну что сказать, триммер косит прекрасно. Единственное, то что мне сейчас нужно отправиться в магазин и купить новую катушку. Нет, она у меня не сломалась. Я подтягивал леску, видимо, немножечко неправильно её заправил, и у меня вылетела пружина. И, к сожалению, найти я её не могу. Она такая чёрненькая, что всё, я её уже полчаса ищу, и безрезультатно. Поэтому мне понадобится новая катушка. Вот он, один из косяков. Вылетающая пружина. Итак, устанавливаем новую катушку и продолжаем. В чем здесь самая главная проблема? Здесь очень много всяких деревцев мелких, мусора очень много. И трава, которая нападала здесь за много-много лет, она тоже попадается в леску. Её то обрывает, то выдирает. Ну, короче говоря, это одно и то же. И поэтому у меня вот сейчас ещё 3 метра остаётся. Вообще, я думаю, триммер справляется отлично. У меня в баке ещё довольно-таки прилично бензина, поэтому я думаю, что и расход нормальный, я думаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На таких ухабах лучше работать триммером с двухтактным двигателем, так как четырёхтактный двигатель не любит отклонения от горизонтальной плоскости. С такими зарослями без расчистки и без бензопилы не обойдёшься. Как мы с вами видим, покос очень проблематичен. Я имею в виду именно в плане этого участка, потому что здесь очень много мусора, ухабов, разные ветки, сучки. Я несколько раз менял леску, точнее, вытаскивал её из-за обрыва, потому что на предметы натыкаюсь постоянно. Я думаю, что этого достаточно для понимания о самом триммере. Давайте сейчас отправимся в мастерскую и уже подведём итоги. Да, покосили мы с вами не совсем много, максимум там сотки полторы-две, наверное, но всё же лично мне хватило для того, чтобы понять, что это за бензотриммер. И, кстати говоря, от целого литра в баке у нас осталось практически 500 мл. Так что обкатку мы не прошли, и поэтому-то я и не поставил вот этот нож. Но на этом обзоре мы с этим бензотриммером не прощаемся, потому что у нас будет ещё с ним сравнение. Сравнивать мы будем его с другой бензокосилкой, а именно с бензотриммером. Сейчас не буду говорить, какой. Ссылочка будет в описании под видео, и сами всё посмотрите. Там-то я использую этот металлический нож. Теперь о самом триммере. Что хочу сказать. Катушка, стандартная, которая была у меня в начале, как вы сами видели, я потерял из неё пружинку. Действительно, там у меня бурелом, и её просто не видно. Она чёрного цвета. Я вытащил, смотрел на леску, и она у меня упрыгала. И, к сожалению, я не смог её найти, и мне пришлось ехать за другой катушкой. Но в той катушке я нашёл некоторый косяк. Эта пружинка была слишком мягкая, и леска постоянно выдвигается, ну и расходуется, соответственно, гораздо быстрее на каждой кочке. Получается, я нажимал на неё, и она, конечно же, выдвигалась. Следующее, что именно касаемо самого триммера. Мощности, ну, здесь, честно сказать, довольно-таки прилично. Может быть, у меня там трава не столь сильная, но хотя и нехилая у меня там травка была, я давил, ну, примерно наполовину, и лишь иногда только придавливал на всю, и то очень редко, практически на всю, на всю прям я не давил. Только в основном в полгаза работал. Вообще, за этот ценник, я думаю, вполне приличный триммер. Единственное, как он себя поведёт именно на долговечность, но и здесь никаких профессиональных заявок всё-таки нету, я имею в виду, от самого производителя, это именно бытовой сегмент. Да и стоимость здесь на данный момент 5 с небольшим тысяч рублей. То есть, в эту сумму этот, ну, триммер, если не идеальный, то просто отличный. Единственное, конечно же, нужно всё перепроверить обязательно, если что-то где-то подтянуть, смазать, вот не без этого. То есть, это не прям для перфекциониста, у которого должно быть всё прям чётенько-чётенько. Зусенчики здесь надо спилить, всё протянуть, промазать, и всё будет отлично. А на этом этот обзор подошёл к концу, и кому всё понравилось, обязательно пальчевского вверх, и пишите в комментариях, что вы вообще думаете о таком бензотриммере. Да, можно вообще что угодно написать, всё, что вы думаете, может быть, он у вас вообще есть, может быть, вы поделитесь своим мнением о нём, уже именно об использовании его. И, кстати говоря, кто как разводит топливо, тоже интересно послушать, в плане смазки, редуктора, вала и всего остального, всего прочего, опыт, делитесь. Я думаю, благодарен буду не только я вам, а и многие-многие, кто здесь читает, кто смотрит. Всё, короче говоря, пишите, вот и до. А с вами был Лебедев Артём. До скорых встреч. Вот она, та самая катушка, и та самая пружина, которую мы потеряли. Здесь мы видим отверстие, в которое продевается леска. Самой леске производитель нам положил 2,4 метра. Стандартная катушка устанавливается прямо на фланец со шлицами. Нестандартную катушку нужно устанавливать с дополнительным фланцем, который идёт для прижима триммерного ножа. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...